И здорово, здорово, дорогие друзья, ты на канале Мелан Фонг, а в этом видеоролике мы с тобой поговорим про лучшие концепты в Мелан Плейграунд на обновление 26.0. В этот видеоролик попали вот эти комментарии, и если ты хочешь, чтобы твой комментарий попал в мой следующий видеоролик, то просто выполни несколько простых достаточных условий. Первое, тебе нужно обязательно подписаться на мой канал. Второе, тебе нужно обязательно поставить лайк под этим видеороликом. Третье, напиши свой топовый комментарий. Ну и не забудь подписаться на мою телегу, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Что ж, я не буду тянуть твое время, и приятного тебе просмотра. В последнее время разработчики стали радовать нас не только контентом, который они добавляют в обновлениях, но и контентом, который они публикуют на своем ютуб канале. Часто это какие-то инсайды или просто обзоры, различные топ-5 и просто сливы различных концептов. В общем-то, про это мы и хотим сегодня поговорить. Я вам покажу несколько очень интересных работ, и все это может быть в обновлении 26.0. И начнем мы, пожалуй, с последней работы, которую они добавили на своем ютуб канале. И это концепт на телевизор. Название этого видеоролика достаточно загадочное, и называется оно «Делаем ваши концепты реальными». Судя по всему, это концепт какого-то игрока, к сожалению, я не знаю, чей именно этот концепт, но однако он выглядит достаточно интересно и чем-то даже пугающе. Я не знаю почему, но у меня это на самом деле вызывает какое-то чувство тревоги, что ли, я по-другому это назвать не могу. И в общем-то, это концепт достаточно интересный и на самом деле имеет место быть. Мы видим на этом концепте телевизор, различные помехи, различные страшные звуки, ну и в конце пробегающий скример. Судя по всему, разработчики хотят что-то добавить такое пугающее в игру в обновлении 26.0. И, честно говоря, я хотел бы увидеть реально как можно больше скримеров, как можно больше пасхалок в обновлении 26.0. Потому что, как показала практика, на большом вот этом вот бесконечном городе очень круто смотрится привидение. И, честно говоря, не хватает просто живности. Вот на самом деле, просто хотелось бы немножко оживить этот город. Да, у нас есть какие-то звуки на заднем фоне, да, у нас есть в ночное время загорающийся свет в квартирах. Однако, как по мне, этого недостаточно и хотелось бы просто-напросто реально скримеров. И уже картинка была бы немного живее. И я бы хотел это увидеть в игре. Ну и, конечно же, телевизор. Было бы тоже интересно увидеть, как он, в принципе, реализуется. Было бы клево добавлять туда свои какие-то записи или чтобы этот телевизор просто воспроизводил какие-то рандомные интересные звуки, рандомные интересные именно изображения. И круто было бы, чтобы разработчики добавили, допустим, камеру. Ты ставишь камеру на одном участке и можно было бы проводом подключить камеру к этому телевизору и смотреть, что происходит на этом участке, не находясь в том кадре. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Своё мнение, конечно же, пишите про это в комментариях. Ну и оцените этот концепт и эти идеи в комментариях от 1 до 10. Лично я ставлю все 9 баллов, потому что, несмотря на реализацию, это кажется не так мелко, но за идею я бы поставил точно 9 баллов. Жду ваших оценок, ну и давайте перейдем к следующему концепту. Следующий концепт это уже концепт месячной давности, но, судя по всему, именно этот концепт попадет в будущее обновление 26.0. Потому что слухов про это огромное количество и следующие три концепта, на самом деле, лично я ожидаю в добавлении 26.0. Опять же, все эти концепты есть на официальном канале Melon Playground, поэтому я думаю, что они не просто так это вся постят, а, возможно, просто так и я всё додумываю. В общем-то, это концепт на бесконечную пропасть. И у нас уже есть, скажем так, реализация этой пропасти, на бесконечной карте существует баг конца карты, и когда ты туда заезжаешь, соответственно, ты видишь бесконечную какую-то скалу, с которой можно бесконечно падать. Однако, как по мне, этого недостаточно, и лично я просто хотел бы, чтобы в рандомный момент был такой сид, чтобы мы смогли сами устанавливать эти бесконечные пропасти. Есть же сиды сейчас на плоскую карту, например, и был бы сид на какую-то реально бесконечную большую огромную пропасть. И, допустим, на какую-то гористую местность. И в целом это смотрится и интересно, и реализуемо в рамках бесконечной карты в Melon Playground. К концепту я ставлю 7 баллов ввиду его простоты, однако за идею 7 баллов, я думаю, здесь, очевидно, было бы неплохо поставить. Своё мнение, конечно же, пишите в комментариях. Ну и давайте перейдём к следующему концепту. Следующий концепт уже интереснее. Про этот концепт я уже рассказывал в моём предыдущем одном из видеороликов. И в целом, наверное, это лучший концепт на данное время. И я очень хочу, чтобы гранату смог добавили в Melon Playground. Ну, это просто безумно круто. Этого просто, мне кажется, ждут все. Эта граната настолько культовая. Она во всех есть играх. Она есть во всех фильмах практически про каких-то агентов и войнушку. В общем-то, граната смог. Максимально функциональная и интересная граната. А ещё она добавит новую механику в виде пара, в виде дыма. И вот здесь я просто жду дымовую гранату, дымовую завязу, потому что это просто великолепно. В целом, концепт выглядит неплохо. Красиво, граната тоже достаточно неплохая. Концепту я ставлю, конечно же, 10 баллов, потому что на данный период времени это лучший концепт, который есть в игре. И он заслуживает просто максимальных оценок, потому что это очень круто. Своё мнение, конечно же, напишите в комментариях. Хотел ли бы ты, чтобы дымовая граната попала в игру? Я думаю, что хотел бы, потому что это просто безумие какое-то. Ну и давайте перейдём к следующему концепту. Ну и следующий концепт, на моё мнение, не такой уж и крутой. Однако, почему бы и нет? Опять же, все эти концепты есть на официальном канале Melon Playground. Так что я просто, считай, обозреваю эти видеоролики, эти концепты. И это концепт на гарпун. И в целом, тут всё довольно-таки неплохо. Реализация так себе, по сути, это просто пистолет с крюком. 6 баллов, не знаю, тут просто говорить не о чем. В целом, функционал пока непонятен. Можно ли этим гарпуном, по сути, нажимать на кнопки? Если можно, то это имба. Если нет, то не знаю, зачем он нужен. Было бы круто, чтобы при помощи гарпуна мы могли цепляться на какие-то предметы. Допустим, зацепился Melon гарпуном к машине. И его можно было бы потащить, например. Или, допустим, гарпун нажимает различные кнопки, и это уже новая веха в механизмах. Ну, согласитесь, допустим, ставишь гарпун, к нему что-то подсоединяешь, он нажимает на кнопку, и у вас уже автоматический пояс. Ну, я думаю, вы понимаете мою логику и к чему я веду. В целом, довольно-таки неплохо гарпун я бы хотел увидеть в игре. Однако, концепт, который мы видим на нашем экране, не заслуживает того, чтобы он попал. Просто сама идея, и если ее дореализовать, додумать, это крепкая десятка. Но реализация на видео, это шестерочка. Своё мнение, конечно же, пишите в комментариях. Ну и напоследок, хотелось бы вам показать 5 очень интересных артов. Эти арты называются лучшими в Melon Playground за всю историю. И эти арты также попали на официальное видео Melon Playground Official на их канале. И посмотрите на свои экраны. В целом, арты довольно-таки неплохие, очень хорошие, очень креативные и красивые. На первом арте изображен аристократичный Melon. Реализация просто великолепная. К сожалению, я автора не знаю. Автору респект в любом случае. Если надо будет, я ссылочку, конечно же, на всех авторов я оставлю в описании. Просто напишите мне личное сообщение в Телеграме, если вы меня смотрите. В целом, арт неплохой. Также есть очень красивый и интересный арт в виде Тайного вечера. Это, я думаю, всем известная довольно-таки композиция, всем известная картина. И я думаю, что тут реализация просто великолепная, а идея еще лучше. Очень круто, тоже ставлю 10 баллов. И я думаю, что он заслуженно попал в топом Melon Playground Official в 5 лучших артов. На следующем арте мы видим злую кукурузу с калашом в руке. Супер брутальная картина, мы видим надпись. И в целом, тоже довольно-таки круто. Очень мне нравится, как реализовано здесь освещение. И реально создается впечатление погружения. Работа довольно-таки интересная, тоже автору, конечно же, респект. Следующая работа мне нравится не так сильно. Возможно, я просто не ценитель искусства, но тут на вкус и цвет. Просто Melon, который стоит в темноте, почему-то он очень худой. У него такие страшные пугливые глаза, как будто бы он просит сейчас поесть. Ну и последняя работа очень крутая. На нем изображен яблоко с протаганом в руках. И мы видим на заднем фоне простреленного NPC Melon. В целом, очень динамичная картина, тоже заслуживает попадания в топ-5 лучших артов. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Оставляй свои комментарии. Ну а на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И помню, дружище, как всегда, увидимся на днях.